Предстоящий открытый диалог, вне всяких сомнений, будет, что называется, на злобу дня. Эксперты прогнозируют самые резонансные вопросы и актуальные темы. Ожидается, что пройдутся по всем болевым точкам. Каких ответов сегодня ждут белорусы? В каких вопросах международной внутренней повестке нужна ясность первым делом? О самых ожидаемых дискуссиях, говорят эксперты. Как нам, Беларуси, как руководителям общества, экспертному сообществу убедить наших соседей, что политика, проводимая в Беларуси, как никакая другая способствует снижению напряженности в регионе? И соседи просто должны как бы уважать, если они реально заинтересованы в том, чтобы мир в нашем регионе не пошатнулся и не скатывался каким-нибудь конфликтным ситуациям. Реально Беларусь является донором безопасности в этом регионе. В этом мы убеждены и задача, как это донести. Конечно, нужны новые форумы, нужно искать новые эффективные формы, донести, что наши соседи, куда мы движемся. Беларусь является невольной жертвой в ситуации, когда принимается обширный пакет санкций в отношении России. В этом смысле, конечно, меня, например, будет интересовать вопрос, какие возможные меры предпринимать для того, чтобы минимизировать вот эти последствия от санкций. Есть ли, вот, просчитываются ли последствия этих санкций конкретно для Республики Беларусь? Все, кто знает и знаком с американскими, например, санкциями, и не только с американскими, но и с европейскими санкциями, должны знать, это точно, что вводятся они достаточно просто, но отменяются они очень тяжело. Я в этом абсолютно уверена, что они будут наносить серьезный ущерб российской экономике, а соответственно и белорусской экономике, которая серьезно зависит от состояния именно российского рынка и российской экономической системы. Мы хотели бы услышать ответы по наиболее актуальным вопросам, которые сегодня волнуют как и общество, так и в целом деловой сектор, предпринимателей и так далее. То есть, что будет делаться в направлении развития союзного государства, все-таки, что мы ждем от союзного государства, в какой форме оно дальше видится, наиболее перспективное его существование, и, собственно говоря, как будут налажены, в первую очередь, экономические отношения союзного государства. То есть, каким образом будут решаться вопросы, которые сегодня существуют в плане снятия каких-то барьеров, в плане выравнивания условий хозяйствования и так далее. Спасибо. Спасибо.